Здравствуйте, мои дорогие! Мы сегодня рассмотрим Солнце в 12 доме. Это когда при вашем рождении Солнце стояло именно в 12 доме. И за что он отвечает? Это очень мистический, магический дом. Отвечает он за тайны в жизни, изоляция, тюрьма, монастырь, тяжелые болезни и мистика. Но не все так прискорбно, как кажется на первый взгляд. Во-первых, в этот период времени рождаются люди, у которых магические, эзотерические способности. Они являются проводниками высших сил. Они видят пророческие сны. Они вообще являются пророками. Это такие избранные высшими силами. Конечно, их жизнь наполнена всякими сложностями, стрессами и трудностями. Но при этом есть определенные свои плюсы, когда человек разберется, для чего он пришел в этот мир, его миссия, да, как бы, и что он вообще должен делать. Солнце в 12 доме, конечно, не самое удачное расположение для светила. Это поле традиционно считается злым, и нахождение в нем солнца привносит в жизнь нате ограничения и трудности, связанные с самовыражением и самореализацией. 12 поле гороскопа имеет отношение к тайным секретам, иллюзиям, и обладатель солнца в этом доме много усилий тратит на то, чтобы разобраться в своей миссии и жизненном предназначении. Часто натеф полагается на волю судьбы и занимается тем, что просят или требуют от него окружающие. Недостаток, обусловленный таким расположением светила, заключается в неуверенности, нерешительности субъектов. Часто бывает так, что ключевые решения в жизни принимает за него окружающие, а он лишь плывет по течению. В детстве такому ребенку обычно родители выбирают какие-то кружки, которые ему не нравятся, или в которых он, например, не добьется успеха. В более подростковом возрасте они ему выбирают образование. Если у натефа характер проявится, то он может поступить туда, куда хочет, если нет, то он идет по течению. И в более взрослом возрасте родители могут навязать ему будущего супруга или супругу. И такой человек примет выбор родителей. Как бы ни старался натеф, ему трудно афишировать свою деятельность и демонстрировать достоинство. Результаты его работы остаются незамеченными, а успех присваивается другим людям. Более ловким, активным, пробивным и цепким. В глубине души обладатель солнца в двенадцатом поле понимает, что истинные заслуги достижения связаны с бескорыстным служением окружающим. Он отбрасывает эгоизм и осознанно выбирает путь смирения, скромности, самоотверженного труда на благо других. Уединение очень важно для обладателя гороскопов. Именно оно помогает заглянуть в себя и понять свои желания, мотивы, поведения и стремления. Приюты, детские дома, больницы, санатории, тюрьмы связаны с тематикой двенадцатого дома, потому что деятельность натефа часто проходит в учреждениях закрытого типа. Если светило в двенадцатом поле сильно по своему качеству и обладает гармоничными аспектами, то натеф может обладать хорошей интуицией, экстрасенсорными и целительскими способностями. Если же солнце поражено и ослаблено, то человек может всю жизнь бороться с болезнями, страдать от изоляции и несправедливостей окружающего мира, быть незаслуженно забытым. Солнце в двенадцатом доме можно трактовать по-разному. Оно может быть причиной эмиграции, тюремного заключения, залогом успеха в творческой, врачебной деятельности и в любом случае данное астрологическое явление нужно исследовать в комплексе с другими указаниями гороскопа. Солнце в двенадцатом доме и в различных знаках зодиака. Наиболее удачным вариантом является солнце в Овне и во Льве, так как оно эссенциально сильно в этих знаках. Человек может удачно переехать в другую страну, обрести известность далеко от дома. Солнце в двенадцатом доме в Весах и Водолей ослаблено и может быть причиной болезни сердца и сердечно-сосудистых заболеваний. Вообще у всех людей, которые родились в двенадцатом доме, когда они заканчивают какое-либо образование, для того, чтобы они чего-либо добились в жизни, они должны обязательно уехать с места жительства совершенно в другую страну и не возвращаться туда жить ни под каким предлогом, только как путешествие в юность. Светило в водных знаках делает человека очень психологичным и интуитивным. Подсознание дает ему важные подсказки, спасает неожиданных трудностей и роковых случайностей. Если обладатель солнца в земных знаках научится доверять знакам системы, посылаемой судьбой, то он добьется большого успеха в делах. Солнце в двенадцатом поле в карте рождения у мужчины. Поскольку солнце в гороскопе символизирует отца, то отношение с ним у обладателя гороскопа формируется с трудом. Отец не участвует в жизни сына, либо не уделяет ему достаточно времени. Солнце в двенадцатом доме также указывает на то, что ребенок рос без отца или воспитывался отчимом. Вследствие этого образ взрослого мужчины часто остается для натива непонятным и размытым, и ему трудно бывает впоследствии проявить истинные мужские качества, смелость, решительность, энергичность, открытость и предприимчивость. Интуитивный обладатель гороскопа все же понимает, что его истинная сила в другом. Солнце в двенадцатом доме в карте рождения женщины. При таком положении светила в личной жизни женщины могут случаться досадные случайности и неприятности, особенно если солнце слабо и имеет негативные аспекты с другими планетами. Вокруг ее избранника может быть много непонятного и иллюзорного. Разлуки, болезни, обстоятельства неопреодолимой силы могут препятствовать развитию отношений. Солнце в двенадцатом доме также указывает на мужа иностранца либо представителя иных культур. Кому необходим полный разбор ситуаций или отношений, разобраться, в каком доме находилось солнце при вашем рождении, вы можете записаться ко мне на консультацию.